В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Купить фильтры для воды без очереди и при этом по самой выгодной цене предлагают северодвинсам неизвестные продавцы. Вот только цена техники более 10 тысяч рублей. В магазинах не более 5 тысяч. К нам в редакцию обратились горожане, уже успевшие приобрести дорогостоящий товар неизвестного качества. Позвонили в квартиру и навязчиво предлагали купить фильтр для очистки воды. При этом цена техники была якобы снижена и составляла, по словам незнакомцев, всего 12 тысяч рублей. Ольга сразу заподозрила подвох, но отказаться от покупки оказалось не так-то просто. Продавцы предлагали еще скинуть цену и даже вызвали мастера, чтобы тот проверил совместимость фильтра с трубами в квартире. То есть у меня такая великолепная возможность, то есть не надо не ждать ничего, никакой очереди, у меня прямо все идеально подходит. Меня еще смутило то, что девушка попросила меня позвонить, при ней же тут мужу, что посоветоваться сразу же. Я говорю, я не могу. Ой, ладно, ладно, тогда мы пойдем. То есть начали давить? Да, да. В итоге после ухода навязчивых продавцов Ольга обратилась в полицию и рассказала прибывшему наряду о незнакомцах. Женщина не единственная, кому довелось встретиться с продавцами фильтров для воды. К нам в редакцию обратилась Северодвинка с рассказом об аналогичном случае. Только тогда неизвестным все же удалось продать людям свой товар. Правда, цена фильтра отличалась от цены в магазине едва ли не в 10 раз. Официальный представитель заводов-изготовителей в нашем городе говорит, покупая товар с рук, люди рискуют здоровьем. Сразу поступает в магазин от доводов-производителей. Уже точно знаешь, что техника эта натуральная. У нас все, конечно же, проверяется. И люди, которые у нас покупали фильтры, они сдают регулярно воду в СЭС для проверки. Естественно, показывают нам результаты. Подобные случаи торговли фильтрами отмечают и в Архангельске. Возможно, предполагают люди, торговцы решили расширить свой бизнес за счет нашего города. А вот чтобы избежать необдуманных покупок, пускать в квартиру незнакомых людей горожанам не советуют полицейские. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.